Вот интересно, а почему ишаки не летают? Вот как птицы. А я ведь первый. Первый из наших. Кто вот так высоко поднялся? Фестиваль «Помост номер 9» в Новокуйбышевске открыл спектакль Московского театра наций «Хаджана Средин», который в этом году получил «Золотую маску». Режиссер постановки Тимур Бекмамбетов. Хаджу озвучивает Константин Хабенский, осла Евгений Миронов. Изначально задумывался спектакль с актёрами на сцене, но пандемия внесла свои коррективы. Из опасений, что кто-то из труппы заболеет, решено было спектакль сделать кукольным. Реализовать эту идею Бекмамбетову помогла режиссёр Питерского театра кукол Кукфо Анна Викторова. По её словам, после камерной работать на большой сцене оказалось непросто, но всё получилось. Мне было интересно и на Хадже поработать, потому что другие возможности. Большая команда, очень заинтересованная и поддерживала меня, когда были сложные. Мы этот спектакль выпускали во время ковида. И это была отдельная история, потому что кто дойдёт до конца, мы не знали, кто будет на премьере. На следующий день зрителям представили второй спектакль Питерского театра кукфо «Птифуры бабушки». Он стал лауреатом фестиваля «Золотая маска» в 2019 году. Этот спектакль в северной столице оказался настолько востребованным, что недавно коллектив выпустил его вторую часть «Птифуры дедушки». По словам режиссёра, в крупных городах взрослые охотно ходят на кукольные постановки, чего не скажешь о региональном зрителе. У нас в Петербурге нет проблемы, что театр кукол бывает для взрослых. У нас зрители очень хорошо ходят на спектакли, а в регионах, я знаю, это ещё не сильно привычно. Но пусть это будет как норма, пусть это развивается. В этом году одновременно со Всероссийским фестивалем «Помос номер 9» проходит и фестиваль «Золотая маска» в Новокубышевске. Обычно они чередуются. Несмотря на то трудное время, в котором мы с вами живём, хотя мы всё время живём в трудные времена, очень всегда интересно происходит. Говорят, вот если бы пораньше, на годик, да, тогда было проще, можно было бы. Но я вспоминаю, когда был годик и два назад, опять говорили, вот если бы пораньше, а сейчас трудные, всё время трудные времена. Но жить в любом случае нужно, идти вперёд нужно. На фестивале спектакль представят восемь российских театров. Среди городов-участников Москва, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Екатеринбург и другие. Номинантов фестиваль «Золотая маска» покажут в 13 городах России. Каждый год региональная программа расширяется. В этом году фестиваль впервые пройдёт в Гусиноозёрске и Улан-Удэ. Виктория Шарая, Константин Головин. События.